от луки 11 он сказал им как молитесь 2 стих говорите очень наш на греческом языке потому что это написано на греческом языке на русском вот первый слов это наш наш отец тоже на английском our father то есть первый слов в этом молитве это вот наш не мой не боже мой ой дай мне пожалуйста то что мне надо очень наш и я думаю что это значительно почему потому что иисус прекрасно понял менталитет и психологии вот человека что ой у меня какие-то нужды ой господи дай мне он хотел чтобы первом очереди даже первом слове этого молитвы мы поняли бы что я не один я не единственный столько раз вот родители кричат на на ребенок который просит просит тихо тихо ты не единственная вот если тоже куча еще но эти туши и детюшки его семьей и то же самое это хорошо для нас потому что может быть впечатление что бог как-то там на небесах с иисусом и мой как-то приняли веру и если мы верим что на библии тогда бог даст нам спасению это не просто так бог придумал путь к спасению таком образом что тот путь этого христе человек должен быть во христе это почему я подарил людей принять крещение во христе сразу когда мой во христе значит мы находимся в теле иисусе то есть спасение конце концов находится в человеке иисусе и нам надо как-то присоединяться с ним а сразу когда ты находишься в этом статусе во христе получается тогда что у тебя есть и отношения с другими потому что ты не единственный в теле христе есть еще так как павел объяснил ты лишь вот палец ты лишь ног ты лишь ну как какой-то часть тела но тебе надо функционировать вместе с другими чтобы на самом деле находится в этом теле и так хорошо что мы начинаем первом слове там как-то понять что я не один что ладно это как-то дает контекст для все наши просьбы и и проблемы очень насущие на небесах но мы все знаем что бог существует но он хотел чтобы мы просто не сразу ой господи дай мне деньги ой господи дай мне вот это сперва как-то находить бога как-то понять что у него есть место но расположение что он находится где очень насущие на небесах веком завете тоже соломон дал такой ну совет в принципе что бог на небесах и ты на земле и так осторожайтесь чтобы ваши слов как-то подходит тот ситуации что он там есть что он находится там на небесах и ты здесь то есть я из-за этого понимаю что лучше всего начинать вот молитвы с этом размышлением что он на самом деле находится там то есть бог есть личность он не просто такой дух как-то абстрактно он реальное суще он существует суще на небеса он там есть и бог создал человек подобным образом его получается получается тогда что бог как-то существует хотя вот набор слова у нас наверно не недостаточно чтобы определить бога до конца все равно можно сказать что он не он не является как вот абстрактности он не просто дух он не просто ветер который дуется он какой-то конкретно специфический суще и тем более написано что бог создал человек по образом и подобием его и так мы сможем соображать тогда что бог существует как-то похоже скажем так похоже к нашим формам то есть бог есть на небесах и я туда прихожу то есть мой слов который я сейчас буду сказать находится прямо там у него он слушает я здесь он там и иисус хотел чтобы сперва мы будем просто вот не спешить туда чтобы мы будем сперва вот как-то размышлять туда он на самом деле там и я здесь вот досвертится имя твоей что значит имя больше когда мой сын хотел увидеть бога бог сказал да нет ты не сможешь бы не увидеть и тем более что это дал бы если это мой сын на самом деле видел самом самом вот это тело боже что это дал бы ничего он бог тогда ответил мой сын что ну хорошо я буду явить мое имя перед тобою и вот кажется ангел пришел и явил тот имя что я яхве бог полный благодатью бог который любит простить людей богу ревнительно бог который будет но конце концов справедливы и так далее то есть он явил всех характеристиков божия и это значит имя божия он явил написано имя яхве имя господне через того что он явил всякие эти характеристики богу личность божия это самое главное не видеть его самом тело его самом форма это не причем самое главное это увидеть его личность и чувствовать кто он на самом деле это перед всякой нашей просьбе досвертится имя твоей то есть это значит пусть все твои характеристики будут как-то явлены через мою жизнь и как ты отвечаешь на моем просьбе но это согласно чтобы твой имя смысле твоих характеристиков будут как-то явлены перед всем там придет царствие твоей иисус признал что они все как-то пришли к богу всякими просьбе как список мне надо вот жилье мне надо вот машина мне надо вот супруга или супруга мне надо дети мне надо вот его и он сперва дал нам вот первое да придет царствие твоей то есть пусть иисус придет чтобы основать царствие божие здесь на земле это должен быть нашим первым в первом очереди то что мы поищем не наше царствие в этом жизни а царствие божие потому что полное возможно что что человек как-то царствует в своем комнате в своем квартире в своем доме даче что это мою это это вот эти четыре стены или четыре комнаты это мою это вот мой царствие я здесь хозяин я здесь царь нет да придет царствие твое 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 не мою а его то будет воля твоя и на земле как на небе это не только просьба о том что вот пусть иисус придет чтобы царствовать здесь на земле чтобы все конце концов будет здесь на этом земле это тоже говорится о том что пусть я буду делать твоя воля на земле и иисус сам это это молился когда он был теке в царском саде и для него я него эти слов да будет воля твоя это требовал по крайней мере полчаса почему я это говорил потому что петр яков и иван были с ними написано что пока он молился они подрогнули они спали пока он молился а что он сказал помните как его под был как кровь это было так сложно для него так молиться да будет воля твоя и не моя когда он страшно конечно как человек не хотел умирать на кресте и для него это было так больно спросить у бога но пусть твоя воля и не моя то есть мы сможем представить как он это молились бы добавить воля твоя моя то есть мы сможем это сказать ну что пять секунд десять секунд но он боролся бы на самом деле сказать эти слов доводить воля воля твоя воля воля твоя и не моя в этом земле хлеб нас насущный подавай нам на каждый день или на сей день это имеется ввиду что дай мне пожалуйста хлеб для сегодня а мы живем особо сейчас европе двадцать первом веке в обществе где это очень сложно попросить потому что мы это не так что у нас есть наша земля и мы сможем вот как-то охранять наши продуктов и так далее нет мы живем совсем другом контексте и самое главное сперегать имеет какой-то счет на банке какие-то инвестиции но где самое главное чтобы у меня есть не только хлеб для сегодня а для завтра и для следующего месяца и так это тоже очень сложно молиться мы сможем ночи наши вот за иисус молиться через ну полминут скажем так 30 секунд но фактически каждый момент здесь очень сложно на самом деле молиться лет нас насущный подавай нам на на сей день на каждый день только для сегодня это очень сложно потому что мы все конечно естественно я в том числе мы хотим какой-то гарант что будет и хлеб завтра и следующей неделе и следующем месяце и что жилье и одежды и здоровье и так далее и так это очень требовательно и конечно иисус имел ввиду как израил были в пустыне и бог дал им манна для каждый день помните они были в египте вышли через черный море море открылись на обе стороны их им было воды вверх облака тоже воды и павел сказал что в том в том плане они крестились мой сея в облаке и в море так как мы тоже уходим из этого мира египта принимая крещение во христе а сразу после этого мы не сразу землеобетование мы в пустыне и бог покормил свой народ манной каждый день он не дал им допустим ну ладно вот манна для для тот недели для месяца нет он специально долги не каждый день кроме субботу и первый раз когда он дал они хотели как-то охранять побольше мамы они получилось потому что тот тот мама который они взяли больше чем надо стал очень очень плохой и нельзя было это кушать и так иисус по моему имел это ввиду что вы как-то в пустыне и ядам надо молиться каждый день за тот мама за тот хлеб насущный хлеб насущный и мы все хотим не только хлеб насущный мы хотим хотим и шоколады и так далее так далее это все это естественно потому что мы лишь человек и я просто имел ввиду что так молиться очень сложно и тем более четвертый стих и прости нам грехи наши ибо и мы прощаем всякому должнику нашему вы знаете что от матфея это как-то параллель и там написано чуть по-другому прости нам грехи наши согласно как мы прощаем всякому должнику нашему то есть господи прости меня согласно поскольку я простил должнику моему это очень очень сложно молиться это не так сложно сказать господи господи дай мне прощение а дальше сказать дай мне прощение пожалуйста согласно поскольку я простил это не очень опять мы не сможем это просто наизусть вот молиться но на самом деле это довольно сложно довольно сложно потому что если наше прощение от бога мы только ожидаем согласно уровень нашего прощения другими тогда вот это о чем подумать для каждого потому что правда мы все должны признаться что я не очень способны простить тех которые соглашение против мною а если мы будем молитве перед богом попросить у него прощение поскольку я простил другими тогда это очень требовательно и видите это дает какое-то новое объяснение на тот вопрос а но должен ли я простить тех которые соглашение против меня без покаяния и в библии поскольку я вижу никакой прямой ответ мы только знаем тот принцип что дом будет простить нам поскольку таком образом поскольку мои и простили другими и толку ладно если у тебя будет такой политика что я никак не буду вот простить человеку который не покаялся перед мною хорошо хорошо ты сможешь держать такую политику но ты только будешь тогда получать прощение от бога на этом же политику поэтому же уровень прощения я предлагаю гораздо лучше вообще дать человеку вообще прощение потому что это такое свободное прощение который мы поищем от бога потому что правда мой сокращаем столько и что мы вроде не признаем каждый грех который мы мы сделаем но мы все равно уплывая на господу господи прости меня вообще не только тех грехов которые я признаюсь а это же грех который я пока не признался просто так прости меня пожалуйста вообще а если мы так уповаем на господу тогда нам придется это делать за другими и так опять я имел ввиду что вот молиться тех слов очень сложно и не введи нас в искушение но избав нас от лукавого то есть у бога есть такой способность ввести человеку в искушение в искушение самом процессе искушение это от внутри человека якова первая глава написано как действуется тот процесс что внутри человека есть похоти и так далее мы видим кое-что мы хотим это и так далее но у бог есть такой возможности и способность ввести человеку в ситуации в обстановке в обстановке где есть всякие этих возможности всякий стимул всякий стимул к этому и так придется попросить у бога чтобы ты не будешь ввести меня в искушение значит что бог не пассивно к нашему духовной ситуации если человек хочет на самом деле вот быть с ним и побеждать против искушению тогда бог ввел бы нам ситуации в обстановке где такие стимулы к искушению нету а если нам это не причем тогда бог готов ввести человеку в искушение так как он ввел валам помните он хотел он хотел оскорблять израил ради того что он получил бы денег вот язычников и он не знал ходить с ними или нет это видимо что ответ должен быть но не надо с ними но он как-то очень хотел иметь тот денег и так господ сказал ему ну хорошо давай иди с ними он даже отправил ему туда он сказал нет иди с ними можно сказать что бог ввел валам в искушение в самом процессе искушения безусловно внутри валама но бог дал ему обстановки где был стимул к этому допустим человек боролся против алкоголь ну хорошо если тот человек все равно хочется в самом сердце хочется пить тогда бог будет ввести тот человеку в путь домой где есть ну какие-то ребят которые продают кротко или водка или как если человек очень хочется тогда бог ввел бы этот человеку по пути где нет такого стимула такой искушение дальше Иисус сказал как добавление к этому молитве насчет сил молитвы дал притч 5 6 7 что был человек у кого был друг тот человек очень бедный его друг пришел совсем неожиданно полночи голодный и он не мог дать ему ничего но у него был третий друг и как-то он смеялся к этому третий друг хотя полночи заходить чтобы попросить не дашь пожалуйста мне хлеб не для себе а из-за того что друг мой пришел ко мне то есть он не попросил для себе а ради того что он хотел помогать другого человеку в этом контексте Иисус сказал 9 стихе я скажу вам просите и дано будет вам ищите и найдете стучите и не отворить вам это не как-то глобал что Бог что Иисус имел в виду но если кое-что хочешь то попроси и получаешь автоматически нет это не такое открыто такое но приглашение хочешь кое-что просто надо попросить и получаешь нет это далека не такое потому что это все в контексте 5 6 7 стихов где там написано контекст контекст того что если так страшно тебе надо помочь другого человеку тогда ты сможешь об этом попросить и Бог дал бы тебе и так Иисус наверное имел в виду что там в первом веке так как в двадцать первом веке есть такое понятие неправильное понятие что молитва значит просто попросить у Бога и ты как-то наверное разбогатаешь из-за того что ты попросил и получаешь Иисус очень против этого что ну ладно ты дашь список Богу если ты ну пару штук получаешь то ну хорошо нет он не имел в виду да нет надо очень сознательно специально попросить у Бога то что на самом деле тебе надо для другого человека и безусловно Бог даст одиннадцатый какой из вас отец когда сын попросит у него хлеба подаст ему камень ибо когда попросит рыбы подаст ему змею или если попросит яйца подаст ему скорпиона я думаю что в первом взгляде это немножко странно мы на самом деле как то сомневаемся о Боге что он такой садист я думаю что Иисус имел в виду Бог или добрый или нет наоборот он такой злые и Иисус имел в он не такой злые разве это не очевидно он может быть или 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 добрый или злые и если он не злые и очевидно он не злые он не будет дать нам скорпиона если сын попросил яйца разве Бог дал бы скорпиона то есть он имел в виду что Бог добрый и не надо думать напротив наоборот что он злые и есть какой-то логика там потому что у нас все есть такое наверное исключение считать что Бог как то посильна что он как то ну не всегда там для меня я молюсь и не совсем получаю кажется Бог не очень интересует а нет Иисус хотел чтобы мы поняли бы что Бог или добрый или совсем злые а если он не злые тогда он добрый тогда значит он хочет дать нам очень хочется дать нам в 13 стихе если вы будучи злые умеете даяние благе давать детям вашим тем более отец небесный даст духа святого просящим у него вот Матфея написано тем более отец небесный даст хорошие вещи просящим у него то есть дар святого духа не обязательно значит что можно говорить на языках чудеса и так далее дар святой дух в этом контексте означает что Бог готов действовать в твоем жизни на самом деле он хочет действовать и обязательно он будет действовать но это все таки имеется такой контекст такой контекст о том что он будет это делать ради того чтобы дать тебе сил как то помогать другому человеку как эти три друзья что вот бедный человек имел друг который неожиданно пришел полночи голодный и он поэтому смелся обратить к богатому другу полночи сказать ему ну пожалуйста дай мне трое хлеба потому что друг мой пришел у меня вообще ни на чем ему покормить то есть это нужды другого человека который как-то дает нам смело смелость как-то попросить у бога и он обязательно даст нам Иисус сказал в 20 стихе после того что он сделал чудесы если же я перстом божьим изгоняю бесов то конечно достигнет на вас Царствие Божие не значит что в физическом плане буквальном плане Царствие Божие пришел уже на земле а Иисус по моему имел ввиду что поскольку я исцелил людей я исцелил людям чтобы дать вам какой-то привкус какой-то привкус Царствие Божие и это может быть и тоже в нашей жизни что у нас какой-то привкус есть в Царствие Божие так как бог обещал Аврааму что у него было бы много детей благословение и так далее и это все согласно комментарии в новом завете говорится то что будет в конце концов во Христе и во Царствие Божие на будущем но это тоже бесспорно что в его жизни в жизни самого Авраама он получил много детей и так далее благословение земля и так далее даже в течение его жизни то есть Бог дает каждому человеку привкус Царствие Божие 23 кто не со мною тот против меня и кто не собирается со мною тот растучает мы все хотим знать кто искренне кто с Иисусом кто нет Иисус не сказал что кто у кого нет но не совсем права научения теологии что он поэтому не с нами он дал тот проверок об этом просто в том что если кто со мной то он со мной если он не со мной тот против меня то есть наше отношение именно к Иисусе как человек именно к Иисусе как персонаж как личность является тот окончательное показательство кто я или кто я тот человек где и в чем является его или ее отношение к Иисусе он или она с ним или нет Иисус стал еще притч 24 когда не чистый дух видит из человека то ходит по безводным местам ища покоя и не находя говорит возвращусь в дом мой откуда вешел и пришел находит его выметенным и убранным когда идет и берет с собою семь других духов злыших себе и вошедшие живут там и бывает для человека так того последнее хуже первого это все таки говорится о нашем опыте с Иисусом и что когда человек принимает крещение когда человек становится во Христе это так что Иисус наш дом наши жизни все это как написано в 25 стихе все выметились и убрал все у нас то есть все как чистый все в порядке в жизни но нам надо держать порядок в нашем как сказать новый дом иначе иначе последний хуже первого 27-28 одна женщина кричала блаженного чрева насыщая тебе а Иисус сказал 28-28 блаженный слышание Слова Божия и соблюдающий и хранящий его написано в Марии что она так любила Слово Господне и она держала или соблюдала держала вот его в сердце ее и размышляла об этом то есть Иисус имел ввиду что надо уважать моей матери не из-за того что она в физическом плане носила меня и питала меня в детстве это не причем самое главное это ее пример о том что она соблюдала Слово Божие она размышляла условия я это скажу потому что Мария конечно является хорошей женщиной образец для нас но не просто из-за того что она в физическом плане родила Иисуса она просто в этом отношении была лишь сосуд для Божьих действий но самое главное ее отношение к Словию Божьим тридцатый ибо как Иона был знаменем для ненавитян так будет и сын человеческий для рода сего для рода сего в другом месте Иисус сказал что так как Иона был три дня внутри этого и потом вышел это как Иисус три дня внутри могиле и потом воскреснулся а как получилось тогда что сын человеческий то есть Иисуса был тогда знаменем для рода сего потому что когда Иисус воскреснулся вот никто кроме учеников ему не увидели когда Иисус воскреснулся он не как-то публично перед всем показался перед всем он так не сделал ну потому что написано что он только явился к ученикам это не так что он как-то тогда стоял перед всем на улицах на площадке Иерусалима каком плане тогда Иисус его воскресение было такое знамение для рода сего я считаю что через того что тех во Христе тех которые являются вот членом его тела они были свидетельства о том что Иисус воскрес потому что они стояли там перед людям и как тело Христова они были ну то что Иисус воскрес в этом плане его воскресение было открыто знаменем для рода сего Иисус потом говорил о судного дня 32 ненавитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его ибо они покаялись во проповеде Иоаннов и тоже 31 царица южная которая посудила Соломона восстанет на суд с людьми родослевым и осудит их ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой и вот здесь больше Соломона значит судный день в этом плане будет как-то открыто публично перед всем и в одном плане наша суд зависит будет зависит о суд другого человека то есть Бог будет как-то привести пример что вот тот человек имел такую-такую жизнь слушал Евангелие покаялся а ты имея гораздо лучшие жизненные обстановки гораздо лучшие ситуации ты слушал Евангелие и не очень покаялся в этом плане судный день будет открыт перед всем и мы все будем как-то как это в механическом плане получается я даже не представляю но как-то мы все будем смотреть на суд друг друга поэтому Иисус сказал что не стоит лицемерить в этом жизни потому что все то что мы делаем будет в конце концов открыто перед всем с этим делом и представайте как было бы что человеку кому допустим было возможности прочитать Евангелие и так далее покаяться и так далее это не сделал а этого царица южная от пределов земли пришла чтобы слушать только мудрость Соломона и у нас в Библии есть мудрость Соломона у нас все есть и разве мы не сможем это прочитать потому что я предпочитал роман прочитать из-за того что я предпочитал смотреть на телевизор из-за того что мне некогда а тот женщина пришла вот от пределов земли чтобы послушать мудрости Соломона или Миневитяна они тоже восстали на суть и Иисус сказал что они будут осудять то поколение тех которые жили в Израиле в первом веке которые не покаялись которые не покаялись хотя они не очень знают Божьих слов не очень знают Бога Иисус вот они слушали от Ионы о том что суть будет и они слушали это и сразу покаялись от самого сердца и вот ты гораздо лучше знаешь и не покаялись то есть суть не делал это не только личная встреча с Богом Бог конечно знает нашу жизнь Он прекрасно знает все наши слабости и так далее то есть судный день это не чтобы дать Богу информацию это не так суд в этом мире где судья должен как-то собрать информацию и на этом основании делать ну принять какое-то решение это лишь метафор но мы не сможем вот каждый детал каждую подробность как-то требовать и тоже от Бога судный день это в принципе для нас чтобы как-то поскольку мы начинаем жить вечно в Царстве Божьем у нас было бы какое-то основание понимание милость Божия понимание самого Себе чтобы мы сможем начинать то вечности так как надо потому что если Иисус пришел бы прямо сейчас и то понятие судного дня не было бы а что мы начинаем жить вечно но это как-то не очень потому что нам надо как-то понять побольше о себе и о тех которые будут с нами во Царстве Божьем поэтому судный процесс как-то будет открыт и миллиардов людей будут там явиться и мы будем смотреть на их суд и будем понять что у этого человека было столько минусов столько проблем столько ограничений в его жизни но он все равно он все равно он все равно так как царица южная она все равно от предела земли пошла служить мудрости Соломоновой а вот у этого человека у кого был Библия ну в потенциале на компьютер на лаптоп на сотовый телефон и так далее тот парень вообще не хотел даже это открывать вот и так в этом плане это не Бог прямой который будет осудить тот поколение но других людей у кого тоже был в человеческой природе и так далее потому что если это только Бог который как-то стоял бы перед нами ой ты так не сделал ты мог бы это лучше делать ну как мы будем чувствовать а Бог как ты знаешь откуда ты знаешь как я ну в моей человеческой обстановке ты Бог ты не человек а если таком образом где мы как-то смотрим на другого человека у кого был в полне нашей природе и так далее понимаешь понимаешь ну да она или он так сделал они так сделали и я что я сделал тогда без никакого извинения ну самое главное мы знаем что наш суд в одном плане мы уже встречали во Христе от Иоанна написано так что если человек во Христе тогда в принципе суд и осуждение скажем так уже уже пошел значит не значит мы не будем явиться в судном Е мы будем и тот процесс все равно будет но это будет как ну для нашей на тренировку чтобы как-то учит каждый из нас потому что мы это мало понимаем в принципе даже если мы считаем что текст Библии очень хорошо знаем мы так мало понимаем о нашей слабости и колоссальной милости и благодать Божия ладно у кого есть кое-что добавить Юра я хотел поделиться мыслями в отношении ну начала этой главы где Иисус говорит о молитве ну я вижу здесь в этой молитве это не только как молитву я здесь вижу в этом вообще алгоритм духовной духовности алгоритм духовной жизни духовного осознания то есть так как ну духовно должен себя вести чувствовать думать человек то есть тут все это так сказать разложено по полочкам скажем так первое это признание того что безусловно отец нас который существует на небесах это желание того чтобы сбылась воля его и чтобы пришло царствие это желание внутреннее желание и просьба это то как человек в принципе должен ну чего он должен хотеть не надо хотеть может бы тут не сказано сколько тебе будет дано что ты можешь хотеть но практически господь хочет чтобы мы не требовали для слишком чего-то такого что нам не требуется вот хлеб насущный это нам действительно требуется это мы воздух хлеб вода вот без этого мы просто не можем существовать ну это скажем так это такой самый такой общий первый примитивный уровень скажем мы сегодня не можем существовать без многого чего это не только там хлеб и скажем и вот скажем у Данка на компьютер но это не есть никакая никакое того что это излишек какой-то нет сегодняшнее это не излишек это для кого-то это то же самое что хлеб и ну мысль такая что не надо чего-то больше того что ну так сказать необходимо просто и следующий момент в духовности это такой как ну это грех когда просишь ты Бога не вводить в искушение ты тем самым признаешь да я слаб я слаб я я безусловно слаб и я рано или поздно я я буду попаду в этот грех ну но прошу ну не делать так я пытаюсь я попытаюсь преодолеть в это себе упаду но я слаб ну вот это так а вторая мысль по поводу этой молитвы я скажу так что эта молитва это не есть какое-то такое клише это это опять же это как что-то в соответствии с тем что я сказал в начале вот в первой части своей так сказать речи беседы также надо обратиться к Богу в такой же скажем последовательности или по крайней мере соблюдая эти же самые пункты это не значит что молиться это значит только повторить вот эти слова зазубрил это все как это скороговорку дай хлеб насущный невидевое искушение аминь и все и забыл это не молитва и тут про это не говорится тут говорится только про общие принципы которые ты должен ну тебе надо было бы не должен а надо было ну должен перед Богом надо было бы тебе затронуть в этой в твоей просьбе молитвы ну это так ну по поводу двадцатого стиха еще ну да и тут в двадцатом стихе если же я перстом Божиим изгоняю бесов то конечно достигло до вас царствие Божие ну здесь я это понимаю так что но если уже я показал вам что я изгоняю перстом Божиим бесов то я как часть того царства я как Господь в том царстве то есть уже с вами то есть достигло уже ну это я так понимаю спасибо 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 Юра давай потом только я вам хотел сказать по поводу прощения грехов это один из ключей царства небесного закон сеяния и жатвы сеешь милость пожнешь милость это очень тяжело простить врагов которые створили зло против тебя но если ты простишь их то Господь простит твои прегрешения я против выпивки долго боролся долго упорно долго упорно молился Господу и пришел день это отошло от меня отошло в сторону стало не нужно открылось много программ много каналов я понял я понял одну вещь человек создан для общения с Богом если человек общение с Богом не выбирает а это его воля приходит дьявол и общается с человеком я шел в прошлую службу я видел людей для которых их поведение было нормально смотрю и залей появляется голова исчезает потом появляется рука исчезает потом уползает покалеченное человекообразное существо с пузырем и ползет напротив его встречают хлопают в ладоши я посмотрел это люди которые не хотят жить с Богом может им их поведение кажется нормальным со стороны грешно смеяться над больными я выбрал Бога он в условную жизнь я был в обществе людей которые прошли боевые точки прошли тюрьму говорил им слово Божие они говорят неужели ты собираешься в рай я над этим подумаю была ночь проснулся ночью я принял решение несмотря на то какой я и сколько я совершил я буду работать для Бога и было утро был завтрак услышал слово искал я у них человека который стал бы стеной между мной и тем кто за твоей спиной и голос Иисуса услышал а сын человеческий придя найдет ли веру вы знаете о том что я пошел с Богом я не раскаиваюсь я приобрел намного больше чем я думал приобрести а потерял лишнее которое было мне не нужно один из ключей царства небесного это прощение простишь малое тебе простится много есть притча в Библии когда царь призвал одного должника который должен был ему 10 тысяч и спросил может продать тебя твое имущество жену и все заплатить нет он его умолял и он выйдя нашел друга который должен был на всю сотню и несмотря на все уговоры посадил его в тюрьму и друзья пришли и сказали царю вот видишь как поступил твой человек он его призвал говорит я тебе простил 10 тысяч а ты другу свою не простил сотню возьмите и связайте пока мне даст все долго один из ключей царства небесного возможность заслужить милость божью это простить своего ближнего который совершил против тебя зло это очень трудно трудно невероятно но это один из ключей который открывает это царство спасибо спасибо большое спасибо большое а то ли тебе хотел да 31 и 32 стих там говорится о царице южной это говорится о каком-то конкретном человеке и в конце там пишется да и как это было и вот здесь больше Соломона и вот здесь больше иона что это такое значит больше Соломона и больше иона Иисус имел в виду что тот царица южная которая посетила Соломон чтобы послушать его мудрости вот она является пример для тех в первом веке которые не хотели слушать Иисус потому что Иисус больше Соломона давайте тогда предомнение хлеба сообщаем и 1 коринфянам 11 главу прочитаем начинаем 20 веке Павел писал ибо я от самого Господа принял то и что и вам передал что Господь Иисус в ту ночь в которую предан был взял хлеб и вас благодарив преломил и сказал примите едите все есть тело мое за вас сломимое все творите в мое воспоминание также и чашу после вечери и сказал все чашу есть новый завет в моей крови все творите как вы только будете пить в мое воспоминание ибо всякий раз когда вы едете хлеб сия и пьете чашу сию смерть Господню возвышаете доколе он придет посему кто будет есть хлеб сия или пить чашу Господню недостойно виновен будет против тела и крови Господне да испытывайте себя человек и таким образом пусть есть хлеб сия и пьете чашу сия давайте тогда помолимся за хлеба отче обращаемся к тебе еще раз во имя во имя Иисуса за благодарность о том что на самом деле он умер для нас отче пожалуйста дай нам еще прощения и дай нам конце концов спасение в твоем царстве чтобы на самом деле так как Иисус обещал он будет еще раз с нами кушать и пить на его трапезе в его царстве отче пребудь с нами и дай нам силы мотивации укрепления чтобы мы сможем на самом деле простить и чтобы мы сможем припростить и тоже в такой мере прощения отче пребудь с нами во имя Иисуса аминь аминь и 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